елена ряковна здравствуйте здравствуйте скажите как вы меня обогрели это хотел уточнить пригрели вернее а это вы андрей до этого сразу не узнала я вас пригрела район вас пригрел каким образом ну вы приехали вы тут живете к вам все хорошо относились в том числе к вашей жене но это не пригрели ну и в чем моя вина я ответила на ваш вопрос всего всего доброго подождите да или на я клюву почему почему вы размещаете такой материал это же не уровень государственной прессы мы знаем какие материалы должна размещать государственная пресса ваших советах мы не нуждаемся всего доброго карате я хотел вот что про что вам расскажем и сегодня телефону и этом прикрыт ником потому что черный костришник державная пресса не соромяешься выклала выклала ци як это правильно короче про ментовский пабли гомель против есть таки и они нарезали интервью с балагановы ну типа я таки дрыны чувак и уже тут вот редактор редакторка елена старынович о как пригрели на рудобильской земле теперь получите козь я хочу докладить якина меня проиграла и кто меня проиграл на белорусской земле ну и тут это еще сергей святозар серый это сергей зарычный это по профсоюзам головно дед короче вот он такой красавец так сама повинен отказать что не так написал мне что район одразу без нас стало лепее жить а то воняло сильно воняло так это же ваше дерьмо воняет а вот день добрый сергей иванович здравствуйте узнали меня наверно андрей паук вас беспокоит узнал скажите как там без меня живется очень даже хорошо почему без комментариев как так очень хорошо да и со мной хорошо было а без меня еще лучше типа того я что мешал кому-то без комментариев почему вы же первое первое лицо района один из первых заступник власти это не так но нас таких много три процента нет сколько без комментариев почему вы же комментировать любите в одноклассниках вконтакте а тут не любите почему то нас большинство это я знаю твердо это откуда которые которые хотели подгадить массово сбегают почему том числе вот и пауки но это у вас надо спросить ну чтоб тюрьму не посадили потому что нету законов беларуси понимаете законы в беларуси есть всякие эти гадости я не намерен с вами обсуждать будьте здоровы здравствуйте 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 галина николаевна это андрей паук да узнала скажите скажите как там у вас дела без меня хорошо он работаем трудимся так и со мной неплохо уже было но каждый человек который имеет республики беларусь имеет свой статус поэтому ясно что ваши какие вопросы вам к нам кто на прямой линии будет субботу Ильичи Владимирович почему не поднимаете трубку когда звоню вам в субботу глупости не поднимаем нам каждый раз дозваниваются люди я не могу дозвониться почему так может у вас далеко вот может вы и сейчас мне звонили несколько раз звонков не было дозвонил да ну вот я вижу что какие-то номера вот теперь посмотрела что это может какие-то номера такие что там у вас за номер не я имею ввиду что не слышно номера звонят и какой-то вот эхо идет вот сейчас хорошо сейчас хорошо так это так предупредите Елисеева что хочу в субботу поговорить с ним давайте я даже вопрос скажу по социально-экономическому развитию района ой это же а он же не по экономике а культурно о культурном развитии района про белорусскую молоду так вы же в курсе нашей культурной жизни района думаю вы хорошо изучаете адрэнд, так а ну а если что то естьML адрэнд пока делает белорусская мова з heatsим внима у вашей культурной жизни ну почему нети белорусской мова что вот можно ну вот со мной тоже если вы белорусской мовы. а чего вы на русской razmawляете так вы же не разумеете на белорусской рауз ооо вельми разумею ну давайте размавлять на белорусской мове Вот. Поэтому у нас двухязыче. Хочу ехать на русское, белорусское, на двухязыче. Что такое «Имбрык»? Ведаете, что такое? Не ведаю. О, бачите, а треба ведать. А Елисеев Дреяна працует по этому накерунку? Там надо ему трохи в плеч дать. Нет, он хорошо працует, и все его службы хорошо работают. И он хорошо працует? Нет, ну есть, у каждого человека есть свое, может быть, где-то. Но каждый старается выполнять свои обязанности. Чему вы со мной не разговариваете зараз на белорусское мове, на русскую перешли? Так у нас двухязыче. Ну, вось, бачите. Вы со мной на русской. Я стараюсь на том языке, в котором вы, гражданин. Так я ж на белорусской зараз разговариваю. Нет, вы у вас и русской белорусской, поэтому я тоже так. Бачите, какая у нас недоречность у республики? Какая у нас вельми добра у республики Белорусской. Ну, как добра ж люди загинуть? Ну, понимаете, факты сегодня. На каждое ваше высказывание должны быть факты. Витольта Шурак, видите такого? Забили в турме. Как ставиться до влады после этого? Ну, понимаете. Андрей Владимирович, вы опять за свое беретесь, понимаете? Что я что-то порушаю. Я, наверное, напевно нечто порушаю, да, Галина? Нет, вы ничего не порушаете. Ну, так вы бачите, что Лукашенко захопил у Ладу. Внимание, яких фактов... Никто никого не захопил у Ладу. Все працуют. Все за Тихановскую голосовали. Кто за Тихановскую? Ну, вот кто? Рудобельцы за Тихановскую голосовали. Вы за всех не можете говорить, кто открыто у кабинцы, как голосовал. Понимаете? Вы же не можете за всех отказывать. Так как мы за вас не можем отказывать, так вы за нас не можете кто. И еще ни за всех не... Вы, знаете, не можете говорить про своих близких. И то... Казать можно! Были вывешены протоколы согласно законодательству. В першой школе не было протоколов? Я не могу сказать. Работала комиссия, и я думаю, что протоколы были вывешены. Может, вы их не хотели видеть? Может, специально разыграли какую-то грамму? Я ж у Ичоу Калинковича сидел. Как я мог бачить? Никто мне потом не показал. Видите, меня ж посадили ни за что. Все, Андрей Владимирович, давайте не будем поминать то, что было родить. Як не будем? Я ще... Треба справедливость усталевать. Ну, давайте. Давайте мы вас посадим у Ичоу Калинковича за то, что вы просто погутарились павуком. Як вам гэто? Нет, кого вы не будете? Я гутару с людьми. Меня сегодня не бачите, сколько людей звонить. Я с усим гутару. Так я ж про то и кажу, что закон не працюе. Павука ни за что посадили, и вас ни за что посадим. Я не могу сказать, за что вас посадили. Я, понимаете, не тот орган, который должен разбираться. Знаете, в чем-то вина ж была вам? Не была вина. Я глядзел, як комиссия процедура. Андрей Владимирович, давайте... Вы хотели узнать, у кого промо-линия? Я вам отказала на пытание. Давайте не будем провоцировать. Я хочу удоведаться, что у вас все доброе без меня там, и вам допомога не потребна. Не потребна? Не потребна. Может, евро прислать? Не, не надо. На субботник. Знаете, что? На субботник. Каждый хочет. Если вы хотите какую-то благотворительность, приедете, сделайте возле... Нет, я не могу приехать. Меня ж посадят одразу. Давайте я пришлю что-нибудь. Сувенирши какие-нибудь. Не надо, Андрей Владимирович. Говорят, знаешь, как у народа доброе нас учили? Не бери чужого и не бойся никого. Так это ж не чужое. Я по принципу и лечу, что надо всем так жить. Не бери чужого и не бойся никого. Литва и Беларусь одна страна, один народ. Нет, так за мной, что каждый работает субботник. Люди, которые здесь добровольно выходят, делают свой район краше, красивее. Понимаешь, Андрей Владимирович. Доброе, так вам ничего не потребна. Не потребна. Я вам говорю, что по принципу живем, не бери чужого и не бойся никого. Доброе, так и у людей тогда не забираете остатние. А кто забирает у людей? Назовите, кто там забирает. Ну, это... Да, когда их кто забирает у людей, на это есть... Органы, да? Службы, да. Ну, доброе. Ну, доброе. Ну, доброе. Вы мне за все не нравились, Галина Николаевна. Вы молодец. Будете працевать. Будете мне допомогать, когда буду старшинер и вы конкама. Дякую вам. Дякую. Все, доброе. Чет. Ирина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу вам предложить акцию для БРСМ. Какую? Я люблю президента. Отличная акция. Да, я тоже так думаю. Когда сделаем? А с кем я разговариваю? Андрей Паук Владимирович. Когда сделаем ваши варианты, предлагайте, когда вам удобно будет приехать и сделаем акцию? Ну, я здесь, в Вильнюсе, а вы там, в Октябрьском, в режиме стрима. В режиме стрима? Да. Посмотрим тогда в режиме стрима, когда вам подходит вариант, число какое хотя бы. Смотрите, сегодня у нас 10-е, так, и четверг. Давайте, давайте вот сделаем воскресенье, это у нас будет воскресенье 13-е. 13-е числа в 13.00, вы на главной площади, а я у посольства Беларуси. Хорошо. Так что хорошо? Хорошо сделаем. Как мы будем координироваться? Ваше предложение. К сожалению, я еще не проходила такого, скажем так, метода проведения акции. Так чем я могу вам помочь, чтобы получилось? Предложение, как мы можем ее провести. Ну, смотрите, вы собираете своих активистов в воскресенье, к часу, вот, я собираю своих, вы держите плакаты в руках, я люблю президента там, вот, и мы держим, я люблю президента. И в режиме стрима вещаем, вы на свой Барсимовский канал, я на свой, Рудобельская показуха. Че так? Ирина Сергеевна. Понятно, стесняшки. Алло. Елена Яковлевна, здравствуйте. Ой, господи, здравствуйте, еще раз, ну. Я звонил Ирине Сергеевне в БРСМ и предложил ей акцию «Я люблю президента» сделать в воскресенье. Ну, замечательно. Ей понравилось. Ну, я рада за вас. Предлагаю вам также поучаствовать в ней и осветить это событие. Обязательно. Вот, просто она меня не дослушала, вы можете ей передать, что нужно еще? А я что, передатчиком работаю или что? Ну, все-таки дело-то общее, нужное. Вы могли бы посодействовать реализации данной акции? Ну, я вас слушаю. Ну, я люблю президента. Вот вы выходите в воскресенье в час на площадь и держите такой плакат «Я люблю президента». Вы же любите его? Что значит «любите»? Я люблю своих детей, я люблю свою родину, но я уважаю президента. А как его можно уважать? Давайте мы не будем спорить по поводу «люблю» и так далее, я вас слушаю дальше. Как можно уважать и не любить? Я вас слушаю дальше, Андрей. У меня много работы, давайте конкретно, быстро и по делу. Ну, так вот, акцию такую провести и осветить ее. Постоять на площади с плакатом «Я люблю президента». Именно. Спасибо за ваше предложение. Мы учтем ваше мнение. Извините, не разговаривать больше некогда. Последнее слово, ремарка. Просто если вы этого не сделаете, значит, вы не любите президента. Что вы говорите? Так что я вас предупреждаю. Мы как-нибудь здесь разберемся сами, кого мы любим, кого мы уважаем, что нам надо публиковать. Так вы чушь не публикуйте. Все, всего доброго. Если хотите спросить, что я думаю о Рудобельцах, у меня спросите, а не у Минтовского паблика. Я, я, нет. Спросите у меня. Да. День добрый, Александра Владимировна. Добрый. Я из Октябрьского предложил нашему местному БРСМ провести акцию. А кто вы? Я прошу прощения. Вы говорите, ко мне обратились, а вы мне говорите. Я из Октябрьского. Как мне к вам обращаться? Андрей Владимирович. Здравствуйте, Андрей Владимирович. И я предложил нашей местной Ирине Сергеевне, она первый секретарь БРСМ, провести акцию. Я люблю президента. И вот она согласилась, ей понравилось. И теперь я бы хотел спросить, как вам такая идея? Ну, смотря, в чем заключается эта акция. И в какого Октябрьского? В Октябрьского района города Минска? Не, города Гомельской области, городской поселок Октябрьский. А, потому что у нас же есть еще районы наши, да. Ну, в чем будет заключаться этот проект? Значит, выходят пионеры, дети и их родители и держат в руках вот эти плакаты «Я люблю Александра Григорьевича», потому что сейчас нужно поддержать его, потому что мало ему поддержки сейчас оказывается со стороны населения. Ну, я бы так не сказала, что мало поддержки. Ну, где вы еще такие акции видели? В плане плакатов с надписью «Я люблю Александра Григорьевича» только на наших митингах прогосударственных я видела такие акции. Ну, вот, а я их не помню, чтобы такое было когда-то. Последний раз у нас было в Октябрьском, это только осень. Я прошу прощения, подождите мне из администрации президента. Звонят, перезвоните мне, пожалуйста, через минуточек десять. Хорошо. Да. Александра Владимировна, Андрей Владимирович. Вы можете мне оставить свой номер телефона? У меня срочное поручение, к сожалению, не могу вам время еще заделиться. Хотя бы две минуточки. Ну, вы не против такого конкурса? Ну, честно говоря, я против того, чтобы дети выходили, потому что позиция Министерства образования ни с правой, ни с левой стороны детей как инструмент не использовать. А вот оно как. Вот, поэтому моя позиция, я против, потому что каждый раз мы говорим «Министерство образования», мы сотрудничаем только с ним. Они за то, чтобы детей ни с той, ни с другой, ни с какой-либо стороны в политику не вмешивать, не выводить и никакие ни плакаты, ничего им не давать. Поэтому вот это вот моя позиция. Ага, хорошо. Руководитель Одесской организации и позиция Министерства образования. Я с вами согласен, Александра Владимировна. Потому что постоянно мы говорим о том, потому что когда мы говорим нашим оппонентам, а мы говорим нашим оппонентам не использовать детей, тогда наши оппоненты скажут нам, вы говорите, не надо использовать детей, а сами используете его как инструмент. Поэтому, так сказать, моя, извините, пожалуйста, срочную информацию надо для администрации президента готовить по проекту, поэтому, к сожалению, не могу вам уделить времени. Спасибо, хорошего дня. Много инициативам и предложениям всегда открыты. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...